Развитие экономики Баткенской области имеет стратегическое значение для страны. Это показали последние события на границе с Таджикистаном. Баткен расположен вдалеке от столицы и граничит с двумя сопредельными государствами, причем часть границ там не описана. Это делает эту территорию весьма важной для дальнейшего развития, так как придется для этого преодолеть немало трудностей. В этой связи были проведены исследования на предмет того, сколько необходимо инвестировать в регион и какие основные направления необходимо развивать, как в экономическом плане, так и в социальном. Разные виды ковров. Утепленные, простые, покрашенные, искусственные или в натуральном цвете. Все это изготавливает рукодельница Абдузинина Преспекова. Все же не она проработала педагогом после выхода на пенсию, и у мастерицы решила посвятить свое время любимому хобби. В регионе наша продукция очень востребованная. Такие шардаки являются неотъемлемым элементом нашей культуры, поэтому они всегда пользуются спросом. Все, что мы изготавливаем, экологически чисто и не вредит здоровью людей. Это наша главная цель. На местном рынке наши дела идут хорошо. Теперь мы планируем выйти на международный рынок. Такие предприниматели на минувшей неделе посетили инвестиционный форум, где они смогли обсудить всестороннее развитие региона с коллегами не только из других регионов, но и других государств. Турция, страны Арабского мира и Узбекистан. Из этих стран прибыли предприниматели, чтобы реализовать здесь, в Баткинской области, свои инвестиционные проекты, которые, в свою очередь, положительно повлияют на развитие региона. К примеру, в селе Аксайбаткинской области планируется построить социальный городок из стажилых домов для местных жителей. Земельные вопросы уже решены. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 2 миллиона долларов США. Еще будет там садок, образовательный центр, будет еще швейный цех, и еще планируется дальше будет школа тоже. Земли выделили нам, и была там только там, и уже все готово. Просто на днях будут начинать наши строители строить этот городок. Эти и другие проекты были подробно рассмотрены в ходе инвестиционного форума в Баткине с участием инвесторов, дипломатических служб, предпринимателей, депутатов. В мероприятии принимали участие более 300 человек. Открыл форум глава кабинета министров Аклбек Джапаров. В своем выступлении глава кабинета отметил, что этот форум важен не только для региона, но и для всей страны. По его словам, сейчас, как никогда, важно наладить диалог между инвесторами и населением. К сожалению, местные жители не доверяют инвесторам. Из-за этого многие инвесторы не хотят работать в нашей стране. Но давайте не будем рубить свое будущее топором. На сегодняшний день в Баткинской области остро стоят вопросы земли, воды и транзитных коридоров, подчеркнула глава кабмина. Президентом был издан указ об особом статусе Баткинской области и отмечается, что приграничные районы Баткинской области освобождены от четырех видов налогов. Согласно этой программе, предпринимателям и бизнесменам предоставлены привилегии. Это особый налоговый режим. Приграничные районы освобождены от четырех видов налогов полностью. Кроме этого, мы снизили ставку подоходного налога до 5% сроком на 10 лет. Готовы даже снизить до нуля. Такие налоговые послабления очень кстати, подчеркнул полномочный представитель президента Баткинской области Абдекарим Алимбаев. Он поблагодарил председателя кабмина за участие и выразил надежду на то, что данный форум принесет свои плоды. «Хочу выразить благодарность вам, Аклбеку Симбекович. Вы начали свою работу с такого значимого мероприятия для нашего региона. Мы верим, что по итогам форума образуются новые предприятия, улучшится экономика нашей области. Такое масштабное мероприятие проходит здесь впервые». Как сообщил министр инвестиций, на сегодняшний день готовы 30 инвестиционных проектов по Баткинской области на общую сумму в 630 миллионов долларов. «Баткин» экспортирует персики, абрикосы, урюк, виноград, а также брендовый рис. У Баткена имеется доступ к рынку с населением в 65 миллионов человек. Что касается водного сектора, то в Баткенской области имеется 6 рек с общим объемом воды в 3 миллиарда кубометров. Гидроэнергетический потенциал Баткенской области – это река Сох, река Исфайрам и водохранилище Торткуль. Далее глава кабмина перечислил главные инвестиционные направления в регионе. Одно из направлений инвестирования в Баткенской области энергетика, например, такие крупные реки, как Аксу, Козубаглан, Коджешкен и Свойрамсай, Аксай ожидают строительства малых ГЭС. Местные власти окажут максимальную поддержку в выделении земли под малые гидроэлектростанции. Так, в рамках форума было подписано соглашение с одной из отечественных компаний о строительстве в селе Зардалы малой гидроэлектростанции, одобренной для энергетических проектов. В случае реализации проекта к 2024 году будет введена и в эксплуатацию малая ГЭС мощностью 29 мегаватт. Этот ГЭС полностью обеспечит жителям области электроэнергии. Он будет возведен вдоль реки Сох, которая располагается в 100 километрах от города Баткен. По информации Министерства инвестиций в Баткенской области была проведена работа по формированию 10 проектов в сфере сельского хозяйства текстильно-швейного производства. Все это делается в рамках программы развития региона. В целом предусмотрено порядка 30 проектов, состоящих из двух кластеров сельхоз и туристического назначения. Кроме того, область имеет большой потенциал в горнодобывающей промышленности. Другим направлением является сельское хозяйство. Учитывая возможности и кластеры региона, здесь могут запустить современные заводы и сушильные цеха. Сегодня со Всемирным банком ведутся переговоры об инвестициях в размере порядка 50-60 миллионов долларов США. Благодаря экологически чистой продукции у местных предпринимателей есть возможность выйти на рынок Китая. Но для этого нужно сделать, чтобы все товары и технологии отвечали евростандартам. Если мы сможем выйти на рынок Китая, то дальше сможем продвигаться и на рынке других стран, поскольку китайские стандарты строже, чем даже евростандарты. Транспортные коридоры Баткинской области – коридоры экономического развития. Одним из главных преимуществ области является ее транзитный потенциал. Баткинские транспортные коридоры – коридоры экономического развития. Через республику можно попасть в Китай с его многомиллиардным рынком. Так Козылке может стать крупным приграничным логистическим центром. Отметим, что в рамках инвестиционного форума были организованы панельные дискуссии ярмарка сельскохозяйственной продукции. Организаторами мероприятия выступили Министерство инвестиций, полномочное представительство президента при поддержке финансовых институтов страны. В последнем в ходе ярмарки местные предприниматели продемонстрировали свою продукцию, что дало хорошую возможность найти инвесторов для новых проектов. У нас есть небольшое предприятие по изготовлению натуральных сиропов. Главное направление в нашей деятельности – это переработка урюка. Инвестиционный форум очень важен для нас, поскольку здесь были заключены важные соглашения с инвесторами и финансовыми институтами. Здесь также можно успешно привлечь инвестиции. В ходе форума был достигнут ряд договоренностей, которые направлены на наращивание экономического потенциала, демонстрацию инвестиционных возможностей Баткинской области и достижение нового качества жизни местного населения. По итогам работы форума подписаны следующие документы. Меморандум о сотрудничестве между полномочным представителем президента Баткинской области и открытым акционерным обществом ипотечная компания «Иксан Азия Глобал Строй». Меморандум о сотрудничестве между полномочным представительством президента Баткинской области и обществом с ограниченной ответственностью «Мегаджек» по четырем направлениям. Проект строительства парковой зоны в селе Арка Лилекского района, строительство логистического центра в селе Арка, проект строительства гостиницы в городе Баткин, проект реконструкции парковой зоны в городе Кызылкия. Меморандум о сотрудничестве между полномочным представительством президента Баткинской области и обществом с ограниченной ответственностью «Акбура Групп». Меморандум о сотрудничестве между Министерством инвестиций и обществом с ограниченной ответственностью «Шампан-Винкомбинат». Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Центром государственно-частного партнерства при Министерстве инвестиций, органом местного самоуправления Сумбулинского Аильного Аймак-Лилекского района и обществом с ограниченной ответственностью «Ибрагимова» по подготовке проекта государственно-частного партнерства. Меморандум о взаимопонимании между мэрией города Баткин и Союзом палат и товарных бирж Турции. Меморандум о взаимопонимании между полномочным представительством президента Баткенской области Кадамжайской районной госадминистрации и компанией «Нефтан» о создании агропромышленного парка. Меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского водного хозяйства и регионального развития полномочным представительством президента Баткенской области и компанией «МАК Фиданчелик» по обеспечению Баткенской области качественными саженцами. Напомню, что мероприятие состоялось в рамках указа президента Крыговской республики о первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области.